Защитники Отечества пришли в Щелковский историко-краеведческий музей для того, чтобы пообщаться с учениками районных школ и колледжей. Мероприятие проходит в стенах учреждения не впервые. Традицию продолжают с 2012 года. Мы встречались с офицерами вертолетных войск, летчиками, десантниками. Все эти люди с богатым жизненным опытом, с интересной судьбой. Все практически воевали в Чечне, в Афганистане, имеют награды правительственные за мужество, за героизм. На этот раз в гостях два героя. Полковник запаса ВВС, заместитель председателя Щелковского отделения организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Александр Шалыгин и член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Игорь Шевчук. Две истории жизни, два славных боевых пути – личный пример для поколения будущих защитников. Ребятам также представилась возможность задать свои вопросы. Собирались с разных уголков страны, как вас спросите за отношения? Когда собираются нормальные ребята, пацаны, поступают в училище, попадают в какое-то подразделение. Оно само, все собой как-то складывается. Всякое бывает. Бывают и смешные моменты, бывают какие-то конфликтные ситуации, но жизнь расставляет свои приоритеты. После отбора, когда люди уже все поступили, тут уже начинается немножко другой отбор. Тут уже совсем замотивированные ребята, да, вот как в Ейском училище было и вообще в любом национальном училище, они сначала прыгают с парашютом, а потом принимают пусяку. Не только ответы на вопросы, но и военные произведения звучали на встрече. Некоторые ребята подготовили стихотворение на военную тематику, и гости тоже в долгу не остались. Александр Шалыгин пришел с гитарой. В его исполнении ребята услышали знаменитую песню «В землянке». Не в холодной землянке текло, а в твоей негасимой любви. Такие встречи в виде диалога, вопрос от нашего подрастающего поколения к людям, которые могут рассказать, что такое дружба, что такое Родина. Очень важно. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».